Привет! Сегодня мы продолжаем наше исследование различных и незнакомых операционных систем. В этом видео мы посмотрим на Serenity OS и узнаем ответ на вопрос, что же это такое и для чего это сделано. Serenity OS – это операционная система семейства Unix Like, написанная полностью с нуля на языке C++. Является данью и уважение интерфейсам 90-х годов. Основная цель данной системы – совместить прекрасный вид интерфейса из 90-х и мощь в работе из нулевых. Система постоянно не стоит на месте, ведь её разработчики не планируют останавливаться на сером продукте, который можно использовать строго в целях теста. Они хотят довести её до ума, чтобы каждый смог её пользоваться повседневно. Те, кто хотя бы видел и пользовался любыми из систем семейства Unix Like, найдут много общего и знакомого. И самого главного можно отметить. Знакомый расклад файлов в корне системы. Имплементацию файловой системы ext2, написанную на том же C++. Имплементированную и рабочую систему. Псевдотерминалы и текстовые консоли. Рабочий POSIX. Перед нами рабочий стол Serenity OS. Как и говорили разработчики, весь интерфейс в этой системе выполнен в стиле 90-х. Проще говоря, в стиле Windows 95, 98, старых версий Mac OS и т.д. С первого взгляда видно присутствие последнего. Панель сверху, действия программы на панели, а не в окне, панель снизу. Но если приглядеться, заметно куда большее влияние рабочего стола Gnome 2-й версии. Для тех, кто не понимает, о чём я показываю. Теперь ответим на интересный вопрос. Разве это не Linux? Многие бы подумали, что это просто переделанный Linux. Да, между ними много чего похожего. Но реализовано оно, во-первых, по-разному в обеих системах. А во-вторых, это было бы очень-очень странно просто форкать уже готовое ядро, когда было заявлено, что сама система написана полностью с нуля. Однако они все относятся к семейству Unix-like, что и Serenity OS, что и Linux. Чтобы лучше понять вышесказанное, разберём вкратце, что значит Unix-like. Для примера возьмём Darwin и Minix. Что у них общего? Возьмём две виртуальные машины и проведём простую проверку. Ведём ls-slash. Мы увидим похожую структуру корня обоих дисков, введя одну и ту же команду. В этом и скрывается истина. Системы Unix-like могут выглядеть одинаково, иметь один и тот же состав пакетов, но их кодовая база может значительно отличаться друг от друга, в зависимости кем и на каком языке написана эта программа. Подобный тест проведём на Serenity OS и сравним её с Linux. Запустим терминал и создадим новый документ. Теперь попросим систему найти в этом документе слово «мысливец». Система нашла его. Повторим идентичный тест на Linux. Как видим, результат одинаковый, но, повторюсь ещё раз, написаны эти программы совершенно по-разному. А теперь залезем под капот самой системы. Основные её компоненты разделены на некие группы, то есть серверы, аналогичны системам инициализации в SD и Linux. Самой верхушкой является System Server, который управляет всеми остальными серверами. Например, рабочим столом и окнами Windows Server, подключением к сети по HTTP, веб-серверу, звуками сам сервер и другими. А что даётся вам, рядовому пользователю? Вопрос довольно распространённый. В принципе, здесь есть всё самое нужное, а если разработчики имплементируют в будущем пакеты, то и выживание сделать получится. На данном этапе мы имеем различные приложения и игры, веб-браузер, почти рабочий музыкальный полуредактор, инструменты для разработки на C++ прямо у вас дома. Честно сказать, полный список софта из коробки перечислить за видео невозможно, всё познаётся в исследовании. А теперь самый главный вопрос. Где же скачать всё это добро? Что ж, ответ может многих огорчить. Её нельзя скачать. Даже в том виде привычного нам всем ISO файла. Тогда встаёт другой вопрос. Как ты её попробовал? А ответ простой. Единственный способ её попробовать – собрать из исходников, как завещали сами создатели. Главное иметь желание и терпение, а дальше компилятор сделает своё дело. Для сборки нужен чистый линукс, где мне её и собрали. Можно сделать и на VSL2, но сборка будет гораздо дольше, так как весь процесс выполняется в контейнере. К большому счастью, нашлись люди, которые собрали для меня эту операционку. Их имена оставлю в описании. И заставили её нормально запускаться как на VirtualBox, так и на VMware Workstation. А на этом всё. Если вам понравилось – ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Буду очень благодарен. А с вами был Даниэль. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok